Поэтов давно призвали, а вам не сказали? Всех. Молчать и не жить стихами в тяжелое время – грех. Конечно, другой повесткой страна призывала нас не той событийной веской и первым призвал Донбасс. Был тот, кто бежал красиво, набив чемодан битком. Напрасно его Россия кормила своим молоком. Напрасно ему улыбалась из чистых своих полей. Порой вырастает гадость у лучшей из матерей. А мы остаемся мама, и все пребывает строй. И время кипит стихами, и с миром идет за войной. Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые союзники! Поэтов давно призвали. Этой строчкой екатеринбургской поэтессы Натальи Денисенко я бы хотела заглавить программу. Участники которой, дорогие мне люди, наши постоянные гости, наши союзники. Александр Борисович Кирдан, полковник в отставке, кандидат философских наук, доктор культурологии, координатор Ассоциации писателей Урала, сопредседатель регионального штаба Культурного фронта России. Христос воскресе! Воистину воскресе! И пасхальное приветствие. Сейчас я буду адресовать Евгению Владимировичу Бунтову, директору Культурного центра солдаты России, ветерану войны в Афганистане, кавалеру Ордена Красной Звезды, казаку, автору, исполнителю, мультиинструменталисту, режиссеру, оператору, сопредседателю регионального штаба Культурного фронта России. Христос воскресе! Воистину воскресе! Очень радостно вас видеть, особенно в эти пасхальные дни, ну, собственно, и в будни тоже. И вот эти будни уже давно для нас всех наполнены сопереживанием того, что происходит за ленточкой. Вот я использую этот термин, потому что у Александра Борисовича там вот вижу сборник, который именно так и называется. Да, ну вот хочется сказать о том, как простые люди своей творческой природой реагируют вот на это. Именно вот сопереживание в форме какого-то творческого результата. Буквально через месяц примерно после начала специальной военной операции, 21 марта 1922 года, когда был Всемирный день поэзии, вот Культурный центр «Солдаты России» решил начать публиковать уже появившиеся стихи. Ну, вот на Ютубе мы начали оформлять, то есть люди просто записывали стихи, и было понятно, что есть такое народное движение, народное явление. А вот такая форма народных проектов, вот как поэтический зов, была освоена у нас во время пандемии, когда нужно было что-то делать, а все были, значит, блокированы. И тогда люди стали записывать сами на смартфоны свои стихи. И тогда вышел проект у нас «О войне поговорим», значит, к 9 мая, к Дню Победы, «Моя заповедная Русь», по-моему, проект был, вы все это публиковали. То есть, настоящий народный проект, то есть, человек сам снимает, высылает нам, мы монтируем, озвучиваем это музыкально, оформляем, и получается вот такой вот продукт. И такая форма оказалась очень интересной, и вот в такой же форме народного проекта мы сделали поэтический зов. Женя, извини, включусь в наш разговор, ты ведь когда-то формулу сказал «самозащита души». Вот такой отклик души на события войны, он начался для тебя лично в Афганистане, когда ты начал писать стихи и песни, которые стали потом популярны, которые легли в основу твоих первых книг. И многие из наших с тобой друзей, товарищей, ровесников писали на тему афганской войны, на тему войны в Чечне. И мы, конечно, не могли промолчать, когда началась специальная военная операция, отреагировали на нее. Именно та самая «самозащита души». В чем смысл? Сохранить в себе человека. Когда все вокруг пытается в тебе человека уничтожить, ты должен сохранить в себе человека. Даже ведя войну со злым врагом. И это православный подход. А если ты человек верующий, то ты еще осознаешь, что ты сохраняешь в себе образ Божий, который должен перейти в подобие, преобразиться. И в этих условиях тоже задача не отменяется. Потом еще, знаете, это уже не первая война, и поэтому мы прекрасно понимаем, что войны проходят. А творчество, стихи, песни, картины, сборники наши, они останутся. И по ним будут потомки изучать, о чем мы думали, как мы вообще это переживали, о чем молились, о чем болели. Это очень важно. И вот эта вот возможность простым людям самореализоваться, благодаря каналу «Союз», в том числе эфиру этому, это очень важно. Своих Россия не бросает. В Россию сыплются каменья, и цепью кованой сжимают кровавого фашизма звенья. Лишают имени и флага, лишают гимна, топчут память. Страшна сермяжная отвага, где русской силой порох пахнет. Но снова мир спасет Россию огнем, характером, молитвой. Солдат российский, как мессия, ему под силу эта битва. У тебя там была еще особенность, ведь этот проект действительно разносторонний. Это, с одной стороны, простые люди, с другой стороны, участники боевых действий, офицеры запаса, профессиональные стихотворцы. Поэтому, вот, действительно, спектр замечательный. Здесь очень важное, мне кажется, замечание, экзистенциальная составляющая этой книги, этих книг, этих стихов. Когда человек находится на грани жизни и смерти, он больше думает о бессмертии. Вот, стихия – это как раз и есть понимание временности земной жизни и бессмертия Божьего, и твоего в Боге бессмертия, бессмертия твоих произведений. Еще интересный момент. Вот я, как режиссер, наблюдаю еще со стороны немножечко так вот за этим явлением. И я поразился тому, вот даже сравнивая, например, стихи и песни, они есть тех, кто с той стороны, там, со стороны ВСУ или каких-то других структур сочиняет, как они говорят и как мы говорим. И я поразился, что у нас вот в русских стихах никакой злобы нет. Вот брат, то есть Украина для нас братская страна, мы братья, язык родной. И вот эта любовь, понимаете, она сквозит. А еще есть такая тема. Когда-то люди воевали плечом к плечу за речкой, а сейчас за ленточкой они оказались по разные стороны окопов. За рекой березка, за березкой дым, Там, на перекрестке, мы с тобой стоим. За тобою небо, а за мной земля. Как же так нелепо сдвинулись края. Дым чадит нещадно меж тобой и мной, Закрывая смрадом мир над головой. Помнишь, здесь у речки плыли в облака Дымные колечки с трубки табака. Как в плечах, обнявшись утренней зарей, Вспоминали павших за другой рекой. Все, что было, стлело, Больно посмотреть. Видно, не успела в той трубочке дотлеть. За рекой березка, За березкой дым, Здесь, на перекрестке, Мы с тобой стоим. У нашего Андрея Расторгуева В стихотворении «Родичи», Где он говорит, Полковник, который был на войне, Иной, когда за речку горную ходили, А что до родичей, С той стороны племянники мобилизованы. То есть, вот эта ситуация, Когда родные племянники Оказываются по другую сторону от родного дяди, Разделенной за ленточкой. Я подключусь к нашему разговору, Чтобы сказать, Что мы с Женей Являемся сопредседателями Регионального штаба Культурного фронта России. Он создан был в Свердловской области И в других регионах нашей страны В январе 2023 года. И первым желанием И решением нашей первой конференции Идея, кстати, была Тоже ветерана войны в Афганистане Александра Шалабаева Издать сборник стихов для солдата В мягком переплете, Который можно положить в разгрузку, В карман Или в вещмешок, Не займет много места. Саша вспоминал, что в Афганистане У них на блокпосту Было всего Три Книги, Два из них уставы, А третий Калединский страйбат. Он говорил, Я мечтал в Афганистане, Чтобы какой-нибудь сборник стихов Я бы выучил от наизусть. И вот Сашину идею Мы издали сразу же 14 авторов Свердловской области Буквально в мае прошлого года Вышла книжка И благодаря Жене Она оказалась прямо за ленточкой. Вот три поездки, И вот три командировки В зону специальной военной операции. И первую, И вторую, Когда книжки подсоединились Поэты, ассоциации, Писатели Урала, Живущие от Кемерово до Кирова, От Ямала до Оренбурга. Здесь уже 54 автора. И этот сборник Тоже благодаря Жене И нашим раненым Землякам, Которые были на излечении В Екатеринбургском госпитале И уехали в зону Специальной военной операции. Книжка уже новая Оказалась у бойцов. И даже есть фотографии. Вот и Женя привез Из зоны специальной военной операции. И нам прислал Александр Позывной Хаммер, Где сидят в землянке Фронтовой С нашей книжкой. Читают. И это, с одной стороны, Высокая ответственность Для стихотворца. Потому что К твоему слову Обращаются Как к некоему совету, Как поступить Или как себя держать, Как быть. Вот. Так же, как молятся Вместе со священниками. Вот еще одна книга, Которая тоже возникла После создания Книги за ленточкой. Это наши друзья Сибиряки Избийска Собрали свой сборник И включили стихи Наших авторов В эту книгу. Она уже тоже живет Своей отдельной жизнью. Я очень рад, что Дела культурного фронта Очень легко Вплетаются в дела, Которые мы делали Еще до его появления. На самом деле На Урале Культурный фронт Свой Народный фронт Он действовал уже Десятилетия. Не первое десятилетие. В нем еще участвовали Поэты-фронтовики. В нем еще участвовали Веденник Станцев Да, Веденник Станцев Александр Мауров Ветерана Великой Отечественной войны. Дела Складываются В общую копилку И проекты Женины Конечно В ней Очень яркие И заметные. Потому что Вот это слово Поэтическое Которое на смартфоне Оно Может быть Даже Бывает Доступнее Чем наша книжка. Все-таки Тиражи книг Небольшие Мы издавали их Малым тиражом Таким миром Собирали денежку И не могу не сказать О Лидии Александровне Худяковой Которая в прошлом году Получила премию Вендика Станцева И свои денежки Премиальные Отдала на издание Вот этого Второго сборника Почетный гражданин Города Екатеринбурга Известная наша Жительница 97 лет Вот ее денежки Легли в основу Этой книги Спасибо, Лидия Александровна Мы продолжим Этот разговор Во второй части Программы Спасибо, уважаемые Союзники За то, что это время Вы провели с нами Будет продолжение Я глаза закрываю И вижу, как будто вчера Минометный обстрел И кинжальный тот бой За высотку То, что смерть не взяла То, что выжил Так это сестра С бирюзой милых глаз И теплом позывного Красотка Ты меня не дотащишь Да ползем Ну а там Ты же знаешь Что боги врачи Золотают И спляшешь еще Удивишь домочадцев Шапка темных волос Перепачкана свежей травой Цифра в каплях крови Рядом взрыв Ком земли на погоне Но ползет и ползет И бойца тянет Ангел святой С нежным ликом своим Что присущ Только русской Мадонне Вот и все Добрались Моталыга Последний бросок Ты живи, мой родной Поцелую тебя на прощание У Мадонны Слегка серебрит Посидевший висок И все та же решимость Опять уходить на задание Мы с тобой породнились На этих свинцовых ветрах Где до смерти лишь шаг И кровавая горечь окопа Позывной твой, красотка Моя боевая сестра И глаза в бирюзе Я теперь не забуду До гроба Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok